Уборочная кампания, о которой так много в эти дни говорит президент, и которая внесла коррективы в размеренную жизнь аграриев, приближается к завершению. Убрать осталось около 15% площадей. Сегодня Брестская область первая из всех регионов справилась с жатвой. Вот-вот завершит уборочную и Гродненская, замыкая тройку лидеров в центральный регион. В целом сезон страды, своего рода испытания на прочность для всех работников сельского хозяйства. И наряду с мужчинами, свой вклад в общий каравай вносят женщины аграрии. Людмила, Наталья и Марина. На своем поле они, королевы, в разгар уборочной отправляемся к директору хозяйства Людмиле Саванович. Приветствую. Сейчас мы едем по деревне Весея, это наша центральная усадьба. Вот по левую сторону наши домики президентские. Я работаю восьмой год руководителем, а в этом хозяйстве я работаю 32 года. Сколько сейчас у вас людей в хозяйстве работают? 230 человек. Часть моей жизни и часть времени, конечно, находится в машине. А на данный момент это уборка, это и севрапса, и уборка соломы, и заготовка сенажа, и пленка. Это очень, и плюс животноводство, конечно, это большие переезды. Рабочий день наших механизаторов начинается с этого кабинета. То есть мы в полседьмого уже встречаемся со специалистами и с народом здесь. А хлеб – это жизнь, это постоянно. Поэтому эту пору все ждут с большой радостью, с большим нетерпением. И хлеб никогда не бывает легким. Говорят, что пшеница, так сказать, королева полей. Есть такое мнение? Да, да. А почему так говорят? Ну, потому что с пшеницы делаются вкусные булочки. Да. С пшеницы делается вкусный хлеб. Поэтому она и есть королева полей. Работа у каждого руководителя, она непроста. Это работа с людьми. Это, по-видимому, самый тяжелый хлеб. Это надо каждому человеку донести то, что он правильно должен делать. Делать свое дело. Вот это моя основная, основная задача. Ну, а технологии, все остальное – это на это и есть специалисты. Еще одна хозяйка слудских полей – Наталья Василевич. В семейный экипаж позвал муж – опытный комбайнер. Проходит муж на обед и говорит, у меня нет помощника на комбайн. А деньги-то всем нужны. Ну, и говорю, так, значит, пойду я, бери меня. Ну, так и получилось. Вроде бы и в шутку, и оказалось, что и всерьез. А я скажу так, что мы в браке, сколько? 33-й год. Да. Достаточно этого всего, да? Да. Вот о чем можно говорить тогда и про работу. Если мы прожили столько лет, то на работе, я думаю, мы понимаем друг друга и уступаем, да. Если есть какая-то там цунами пролетит между нами, то это все временно. Ну, что делают помощники? Я, если иду сзади, значит, я должна проверить на молот. Чистые остаются ли колосья. Могут попасть и камни какие-то, иногда отнесешь в сторону. Вы как штурма. Кричу, туда не едь, туда не едь. После сложного рабочего дня прямо с полей наши героини отправляются на концерт Ирины Дорофеевой под открытым небом. Здесь мы встречаем и главного агронома Слудского района Марину Прокопович. Растеневодство – это вообще как искусство, понимаете? Здесь нужны особые подходы. Для того, чтобы нас обучают в университете все-таки пять лет, этого, наверное, немножечко азы нам дают, а все остальное приходит с опытом. Вот я уже на протяжении десяти лет, я не могу сказать, что я уже знаю все. Только после захода солнца у наших героинь появляется немного свободного времени, чтобы отдохнуть и набраться сил. А дома еще ждут дела по хозяйству. Но уже завтра с первыми лучами солнца они снова будут в поле. Уборочное еще не закончилось. Надежда Сербиненко, Владимир Тихонович, Агентство теленовостей.